Всем привет! Сегодня мы продолжаем обсуждать самые свежие новости о пиратской саге, ее продолжении, а также о том, что ждет данную франшизу, компанию Дисней и, конечно же, легендарного персонажа Джека Воробья. И что я хочу вам сказать. Компания Дисней, получившая недавно крайне неприятное известие о продолжении судебного иска против Дома Мыши, касающегося авторских прав на пиратскую франшизу, не перестает удивлять. Ведь большие боссы теперь, после увольнения Джонни, стараются как бы прикрыться актерам и созданным им персонажем, отбиваясь от обвинений в краже интеллектуальной собственности, и это, честно говоря, уже просто ни в какие ворота. А кроме того, сейчас многие мировые издания вновь подхватили на гребень тему петиции о возвращении Джей Ди обратно в пиратскую сагу, которая не перестает активно набирать обороты и идет к своей цели в 1 миллион голосов. Что же касается первого спин-офф о пиратов с Марго Робби в главной роли, там происходит более чем странная ситуация. Все это и многое другое мы обсудим прямо сейчас. Но прежде чем начать, на днях мне посоветовали очень классный ресурс, с помощью которого можно экономить на идеях и развлечениях. Суть в том, что админы данного канала выкупают служебные промокоды сотрудников крупных компаний. Тут вы сможете бесплатно получить подписку на Кинопоиск и Apple Music или покушать в Маке и KFC всего за 1 рубль. Доступ платный, но для моих подписчиков он будет на шару. Скорее переходите по ссылке в описании, пока еще все не прикрыли. Ну а начнем, конечно же, с самого интересного. Пару недель назад мы уже рассказывали о том, что компания Дисней столкнулась с довольно существенным иском. От сценаристов, которые утверждают, что представители Дома Мыши использовали присланный ими сценарий, в котором рассказывалась пиратская история, с тем, дабы через несколько лет создать на его основе свои пираты Карибского моря. Одним из аргументов истцов является тот факт, что в их сценарии, как и в последующей пиратской саге, образ самих пиратов трактовался как некие шутливые хорошие парни, а не страшные звери, как это было принято ранее. Также сценаристы указывают на совпадение неких типажей и даже имен в их работе и в пиратах Карибского моря. Короче говоря, сейчас данное дело, которое началось еще в 2020 году, получило новый толчок и, честно говоря, не похоже, чтобы в ближайшее время компании Дисней удалось так легко с него соскочить, тогда как на кону сейчас ни много ни мало потенциально будущее всей пиратской саги целиком. Но что самое интересное и требующее отдельного внимания, это то, как компания Дисней ведет себя теперь, столкнувшись с реальными проблемами. Вы не поверите, но юристы дома мыши взяли себе стратегию того, чтобы прикрываться в данном деле Джонни Деппом. Да-да, как это ни парадоксально. На данную ситуацию обратили внимание впервые англоязычные блогеры, такие как Амбрелла Га и другие, а суть заключается в том, что сейчас представители Диснея хотят соскочить с судебного иска под соусом того, что создание и трактовка ключевых пиратских персонажей, и, конечно же, главного из них, самого капитана Джека Воробья, это оказывается прерогатива и следствие актерской работы именно Джонни. То есть, простыми словами, чтобы никого не запутывать, сейчас представители Диснея выбрали себе тактику защиты, основанную на том, что, оказывается, лично Джонни Депп принес определенный шутливый и несерьезный тон сперва в своего персонажа, а потом, как следствие, это подхватили и другие герои, то есть, тот аспект, на который напирает в первую очередь и сцы, а именно добродушная и веселая трактовка пиратских героев, все это оказывается не следствие плагиата, как утверждает противоположная сторона, а выбор и решение непосредственно исполнителя главной роли, вслед за которым данный подход перешел и на всю франшизу целиком. То есть, по сути, теперь, когда им прищемили немного хвосты, представители мышиного дома сами кричат о том, что пиратов Карибского моря в их виде известном на весь мир, по сути, создал Капитан Воробей, ну и, конечно, Джонни Депп. Так что, мол, никакого плагиата и воровства мы тут не при делах. И знаете, я, может, даже и где-то согласен с адвокатами Диснея, вот только печально, конечно, что о данном факте они вспомнили только сейчас, дабы отбиться в трудной ситуации. А еще, по сути, теперь юристы дома мыши бесстыдно прикрываются актерам, которого их работодатели пару лет назад не менее бесстыдно выдворили прочь из франшизы. Франшиза, которая, как оказалось теперь, по их собственным заявлениям, является тем, чем она является, чуть ли не исключительно благодаря только одному Джей Ди. То есть, выходит, сперва мы выгоняем человека с позором прочь, а потом говорим, да, это все он, давайте мы будем теперь им прикрываться как щитом. И скажите после такого, что это не позорные двойные стандарты и лицемерие сотового левела. В который раз убеждаюсь, что Дисней заслужил те неприятности, которые у него есть сейчас, и все это не что иное, как долбаная, пусть и немного запоздалая карма. Хотя, что касается непосредственно капитана Джека Воробья, то в последнее время внимание мировых изданий вновь приковала петиция за возвращение данного персонажа и, конечно же, самого Джонни в пиратскую сагу. Как сообщает, например, издание Instant Magic петиция, о которой, как пишут, хорошо известно Диснею, и которая стартовала еще в конце 2019 года, потом стала особенно активной с января 2021. Так вот, данная петиция продолжает набирать обороты и сегодня, спустя более чем год. Вот ее суть, если вкратце, цитирую. Он играет эту роль с 2003 года, когда мы впервые увидели, как он прибывает в Порт-Рояль на своей лодке под эту эпическую фоновую музыку. Но можете ли вы представить себе пиратов совсем без Джека Воробья? Никаких эпических проходок, никаких юмористических диалогов от парня с наибольшим счастьем и невезением одновременно. Разве они не знают, что без Джонни Деппа или Джека Воробья они утонут, они никогда не смогут достичь своего горизонта? Даже если это ничего не значит для вас, пожалуйста, подпишите эту петицию для тех, кто действительно хочет, чтобы Джонни Депп был капитаном Черной Жемчужины. Что ж, подписываюсь под каждым словом, ссылка на петицию, конечно, уже ждет под видео. Так вот, оказывается, что сейчас, только времени спустя, у данной петиции продолжается активный рост. Ведь на данное время количество голосов в ней уже перевалило за 670 тысяч, а что главное, всего за 5 дней нового года в поддержку капитана Джека прибавилось почти 10 тысяч голосов. Что ясно дает понять, люди не забыли ни про Джонни, ни про Джека. Другой вопрос, конечно, возымеет ли все это хоть какое-то влияние на компанию Дисней, или может быть их новая линия обороны из текущего судебного дела приведет к тому, что представителям компании волей-неволей придется опять обратиться к Деппу. Не знаю, хочется, конечно, в это верить, но при этом нужно честно признать, что времени у оригинальной пиратской саги остается все меньше. Ведь в конце концов ее актеры не молодеют, и тому же Джей Ди уже под 60, так что сколько он еще сможет скакать в роли задорного капитана, даже в случае теоретического согласия Диснея, большой-большой вопрос. Хотя если говорить именно о Диснея, то, насколько я понимаю, там все-таки более настроены на то, чтобы создавать и развивать спин-офф и пиратов, а не оригинальную историю. В частности, спин-офф с Марго Робби в главной роли. И хотя по этому проекту официальной информации сейчас просто кот наплакал, в последнее время из неофициальных инсайдерских источников стали приходить крайне специфические, так сказать, новости. Например, информация о том, что якобы создатели спин-оффа решили пойти ва-банк в плане анонсированной нам лично Марго Робби девичьей силы. Ранее Робби намекала, что ее фильм добавит очень важный женский элемент в этот мир, в то время как новая информация указывает на то, что персонаж Марго в спин-оффе будет квиром, то есть, возможно, сторонницей однополой любви, может быть, небинарной личностью, ну и так далее. Не так давно инсайдер Дэниел Ричман поделился данной новостью, которая, как для Диснея, звучит очень даже правдоподобно. Да и в конце концов, это не так уж удивительно, если учесть, что Робби и Кристина Ходсон, сценарист будущего спин-оффа еще ранее, подтвердили бисексуальность Харли Квинн в «Хищных птицах», над которыми эта парочка, как вы знаете, тоже трудилась в поде чела. Из других же новостей по спин-оффу сообщение, что Дисней не хочет останавливаться на одном единственном фильме и задумал целую трилогию о героине Марго Робби и ее приключениях. Ужасно амбициозно на такой ранней стадии, особенно когда о проекте не было никаких конкретных новостей с момента его первого анонса, мало того, нет никаких гарантий, что зрители захотят принять новый фильм «Пираты Карибского моря» без участия Джонни Деппа, так что это, безусловно, пример того, как лучше не делать. Но, с другой стороны, мы уже не раз видели примеры и того, как большие студии и их руководство предпочитают лучше понести огромные убытки, благо деньги не свои, а акционеров, но при этом удовлетворить иногда совершенно детские личные амбиции топов. Как бы с новой трилогией не вышла та же история. Хотя я лично очень хотел бы, чтобы у Марго Робби все получилось и мы в самом деле наконец-то получили достойный спин-офф легендарной вселенной. Еще из имеющихся неофициальных сведений информация о том, что если Дисней хотели сэкономить на отсутствие капитана Джека Воробья, то получится это у них не слишком хорошо, ведь по внутренней информации гонорар Марго Робби лично должен составить никак не меньше чем 15 миллионов долларов плюс процент от кассовых сборов, неизвестно правда какой. Но так в целом, по подсчетам специалистов, общая, так скажем, зарплата главной звезды спин-оффа может запросто приблизиться к отметке в 30-40, а может быть даже и 50 миллионов долларов, если кино получит хоть какой-то кассовый успех. А это уже, знаете, цифры вполне себе соизмеримые с теми суммами, которые получал Джонни Депп. Плюс мы говорим о гонораре только за первый фильм, а если в самом деле это будет трилогия и ее ждет успех, скорее всего дальше цифры пойдут лишь вверх. Вот только за свои полученные деньги Депп, по словам самого же Диснея, по сути выстроил весь концепт их многомиллиардной франшизы. Что же, остается верить, что за свои десятки миллионов Марго Робби сделает работу хотя бы наполовину так же хорошо, как ее легендарный предшественник. В конце концов, Марго – клевая актриса, хочется верить, что у нее все получится. Ну и уже последняя на сегодня грустная новость. 3 января в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет ушел из жизни американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Джей Вулперт. Среди прочего, в 2003 мистер Вулперт трудился над сценарием ленты «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины», которая положила начало легендарной франшизе о Джеке Воробье и его приключениях. Кроме того, именно Вулперту приписывают авторство персонажей четырех частей саги. «У меня есть определение того, что я делаю», – сказал как-то он в интервью 2008 года. «Если вы отправите лодку в бушующий океан, у вас получится боевик. Посадишь кого-нибудь на эту лодку, на которую тебе наплевать, и тебя ждет приключение». «Я пишу приключение», – сказал сценарист. Что же, без этого человека пиратская сага точно так же, как и без Джонни Деппа, была бы совершенно другой. Так что все поклонники «Пиратов Карибского моря» отдают должное легендарному сценаристу, и мы к ним присоединяемся. Ну и уже на этой печальной ноте на сегодня будем закругляться. Пишите, что вы думаете обо всем этом в комментариях. Не забудьте поставить палец вверх и, конечно, подпишитесь на наш канал, потому что самое интересное, как всегда, впереди. Спасибо всем за просмотр и всем пока!